Есть какое-то ощущение, что мы идем навстречу каких-то волнующих событий. Ну, с одной стороны, это неудивительно. Рошашана прошел Йом-Кипур, накануне Симхат-Тора. Это, по сути дела, новое начало, и новое начало, оно знаменует собой какие-то новые события. Но есть и тревожное какое-то ожидание, поскольку, я говорю о положении нашей страны, нашего народа, есть очень много неясностей. И когда вещи не сны, это вселяет, естественно, тревогу и опасения. Снова призывают солдат, это уже в третий или четвертый раз, в Милуим. Война продолжается, наверное, в истории Израиля. Это первая такая длительная война. Причем во время войны за независимость, 1948-1949 года, тоже военные действия продолжались больше года. Но это были какие-то спорадические столкновения, какие-то бои. Здесь это по-настоящему война. Стреляют по центру страны, по северу, по югу. Израильной войны. Но сперва поговорим о каких-то более веселых вещах. Потому что, на самом деле, положение наше совсем не печальное. Я начну, пожалуй, не с самого удачного места. А с того, что, как вы знаете, Эллен Маск, этот миллиардер, биллионер, говорят сейчас, решил оказать помощь Израилу. Причем, помощь не в деньгах, а именно в своих технических новациях. Насколько я понимаю, свою систему спутников, Старлинг, он поставил на службу Израиля. И еще какие-то другие вещи в области ракетной техники. Потому что это, как бы, одна из его сильных сторон, особенно, космические ракеты. И ракеты, которые, как бы, многократного пользования, которые возвращаются точно на место, откуда они взлетели. Короче говоря, это радостная вещь. Потому что я помню, как в начале войны, как раз наоборот, Эллен Маск собирался оказать помощь арабам в Газии. Дам им этот свой Старлинг, для того, чтобы, поскольку они сказали, что интернет у них не действует, значит, вот им дайте Старлинг. Что-то произошло с человеком. Это очень интересное явление. Умный, думающий человек был. К тому же здесь, в районе Газа, осмотрел это по приглашению главы правительства. Между ними установились хорошие дружеские отношения и с президентом Герцогом, и более того. Как-то спросили им Эллена Маска, является ли он евреем. Он сказал, этого я не знаю, но духовно я еврей. Я уже не знаю, какое понятие он вкладывает в это определение, духовно я еврей. Это непростое понятие. Но сам факт того, что он готов солидаризироваться, а по-моему, я уже говорил об этом много раз, по-моему, он таки, да, еврей. Но это в данном случае не важно. Понятно, что поддержка такого всемирно известного человека в условиях нарастающей изоляции, это очень серьезный козырь. Впрочем, надо сказать, что хотя государства, такие как Британия и Франция, которые находятся в качестве заложников в руках своих арабских и исламистских избирателей, они, конечно, внешне это просто враждебные шаги, страшно враждебные шаги, неожиданные враждебные шаги. Но известно, что и во Франции, и в Англии особенно, как раз люди поддерживают Израиль, пишут, сообщают об этом, а уже произведенные Штаты Америки и говорить не приходится. Там, безусловно, большая поддержка Израиля. Вот недавно перевели опрос, и где-то 54% опрошенных американцев заявили, что надо разбомбить Иран. То есть, насколько они понимают эту ситуацию. Ну, это так, как говорится, пустячок, приятно. А в целом можно говорить и об удачных военных действиях. То, что в нашей ситуации на территории Газы действует, скажем, ну не знаю точно сейчас, порядка двух дивизий, около 30-40 тысяч человек. Это говорят, что их добивают. Как бы не надо такого большого количества людей. Но, с другой стороны, это таит в себе опасность, потому что уже было сообщено, что Хамас каким-то образом смог восстановить часть разрушенных туннелей и пользуются им для того, чтобы переходить из одной стороны. Там, как мы помним, есть ось Ницарим, которая должна перерезать газу на две части. Проходит каким-то образом настолько, что последняя террористическая акция, которая была в районе Явне, буквально, вот я говорю, сегодня это у нас съем шлящей, была произведена эта террористическая акция, убит полицейский, была совершена арабом из Джумалии, то есть из-за газа. Каким-то образом он проник, или он был просто давно уже, как бы, то, что говорят о нелегально проживающем территории Израиля, все-таки у них есть какие-то, есть у них какие-то каналы. То есть это угрожает продолжением затяжной партизанской войны, и это самое опасное, потому что оружие у них есть, и самое опасное оружие, это, безусловно, противотанковые ракеты, которые требуют очень малого для того, чтобы произвести один выстрел и исчезнуть. Естественно, взрывчатка и прочее, прочее. Вот тут, как бы, очень трудно понять, каким образом можно просто завершить это военное действие, которое началось уже год назад, а не смогли вести переговоры. Никто не знает, жив ли Синвар и Махшмой или нет, но даже если он жив, он не способен вести переговоры. Несколько вести переговоры, и это напоминает несколько ситуацию, не знаю, правильное ли сравнение, когда Наполеон захватил Москву, но никто не пришел подписывать акт капитуляции. Это может быть очень даже хитрый ход Синвара, который он заранее продумал, что вот вы, как бы, вот, пожалуйста, решайте сами, с вами никто не собирается разговаривать, никто не собирается подписывать никакие соглашения, и действительно мы оказываемся в неловком положении, тем более, что вот уже сообщено, что Америка снова стала оказывать давление на Израиль в оказании так называемой гуманитарной помощи. Как мы уже знаем, эта гуманитарная помощь, это помощь Хамасу. И одна из причин вот такого начавшегося буквально сегодня давления заключается в том, что арабское меньшинство в Соединенных Штатах Америки заявило, что оно не будет поддерживать Камелу Харрис. А это было как важный козырь в руках Камела Харрис. Еще какие-то проценты избирателей. Так что ситуация, как я говорил, она тревожная, непонятная, как это всему идет. Добивают их, нет никакого сомнения, успехи большие. То есть, эта вся гадина, которую вырастили Израиль, Хамас, Катар, что угодно, на территории Газы, она уже раздавлена, но она очень опасна по-прежнему. Есть возможность у них постоянно пополнять силы и вести эту партизанскую борьбу. Я это говорю как отец солдат, который служит в Милуим, там, в этом районе. Вот это как бы само по себе уже и тревожно. И кроме того, совершенно понятно, что они отмечались 7 октября, как день их нахбы. На самом деле, это вот сейчас Суккот, Симхат Тура. И каждый из нас помнит, как мы были безмятежны и в какой-то степени радовались. Суккот, вот Суккот проходит, я помню это чувство. Вот сейчас Суккот проходит, Симхат Тура уже. И вот начинается как бы Новый год, новые рабочие какие-то планы, задачи. Ну вот и вдруг в последний день в Симхат Тура, когда каждый из нас был вызван к Сефер Тура, читали. И вдруг в Юрсалиме, в центре Юрсалима мы услышали этот файверк из-за обстрела, который, безусловно, люди там на юге испытывали в полную силу. И у нас тоже было, да. В файверк мы даже не обратили внимания, потом как бы мы поняли, что это не просто так. И это, безусловно, как бы год прошел. И надо подвести какой-то итог. Что это должен быть за итог? То, что армия проворонила, разведка проворонила, некоторые говорят, даже это было преступное нежелание обратить внимание. Сейчас публикуются документы о том, что накануне вторжения Хамаса на территории Израиля были постоянные переговоры между руководством Шабака и начальником генерального штаба, были очень явные какие-то предупредительные сигналы. И, как мы знаем, дали указание не раздражать арабов. Вот если мы сейчас как будто подадимся, как это напоминает ситуацию с планом Барбаросса, когда Сталин сказал не поддаваться на провокации, не поднимать людей под ружье, так и у нас. Было ли это намеренное, возможно, желание поддаться, мы не знаем. Но уже известно, что даже по рекомендации Шабака следовало оставить на границе с Газой 1500 человек, 1500 солдат. Хотя было гораздо больше. А местное командование оставило всего 500 человек. Всех остальных распустили по домам. Это как бы можно сердиться, но это очень тревожно. Как могли дойти до такого состояния, находясь на границе с явным врагом, распустить солдат, как будто бы вот Симхат Тура, Шаббат. Но так бы они соблюдали бы Симхат Тура и Шаббат. Здесь было что-то до конца не понято. И я думаю, к сожалению, никогда не будет расследовано. Я не хочу говорить более о того. Тем не менее, все эти как бы много раз повторяется, как было известно Шабаку, что вдруг арабы стали пользоваться на территории Газы израильскими Симами. Причем, разумеяю, чуть даже больше, тысячи Симов заработало. Все было явным свидетельством, что они готовятся перейти на территорию Израиля. И в этой ситуации Рулен Бар, командир Шабака, государственной безопасности, сообщил начальнику генерального штаба, что нет оснований опасаться, как бы все спокойно. Мы сейчас находимся снова, это как бы вот прошел год с момента этого вот ужасного, я бы сказал даже преступного, как бы там ни было, намеренно или намеренно, безусловно, это преступная небрежность. И мы не чувствуем, что что-то очень сильно изменилось в израильской армии. Сама израильская армия, сами солдаты, это как бы изменились и никогда, возможно, даже не изменились, всегда были такими. Проражаемся по-прежнему единством, духом. Но это уже известно, что очень многие резервисты в третий раз уже не приходят. Первый раз было больше 100% резервистов, которые пришли. Это тоже понятно, это по-человечески изнашивается, есть у людей семьи, нет заработка. Это тоже расчет Синвара. Вот первый расчет Синвара, чтобы мы не нашли партнера для переговоров. У него есть какие-то свои условия наглые, отвод сил и прочее, прочее. Но он не готов. Ему не нужны эти переговоры. Он знает, что любые переговоры, это в какой-то степени наш успех. Ему не нужны переговоры, мы ищем первый партнер, нет партнеров. Второе, это то, что он рассчитывал, правильно, на то, что люди встанут, сколько можно. Целый год, я знаю, по своим детям, по своим семьям, уходят в Милуим, тревога за то, что будет. Потом возвращаются из Милуима месяца, что-то пытаешься сделать дома, по работе, и снова призыв. Вот это положение, которое заставляет задуматься. И второй момент, конечно, это север, северная часть, Льва. Я думаю, что это было очень умным шагом обезглавить верхушку Хизбаллы. Для начала это был оглушительный эффект, но это тактика начала. Это не стратегия. Это все знают, это все понимают. Я даже не уверен, в полную меру было использовано вот это обезглавливание руководства. И одна из причин, как правильно говорят, того, что Хамас, Хизбалла, извините, Хизбалла, по-прежнему остается боеспособной организацией, потому что на самом деле руководят ими не местные командиры, и не только местные командиры, а главное это Иран. А Иран в порядке. Правда, они сейчас в напряге ожидают, какая будет ответная реакция Израиля. Но в целом пока что, можно сказать, Хизбалла, даже если у них снесли их башку, а руководство Хизбаллы в Иране существует. И кроме того, как всегда, в любом месте есть замена. Вот вы, наверное, тоже читали сообщения о необычайных открытиях, которые сделали наши солдаты, наши офицеры, заходя на территорию Ливана. Нам, они говорят, прямо на границе с Израилем были заготовлены потрясающие запасы всего, что угодно. Конечно, вооружение, одежда, питание в таких количествах, из такой детальности и в таком качестве, что это поражает воображение. Сейчас вот в любом случае огромное количество вооружения, это легкое сверковое оружие, это, безусловно, ракетная техника, все это сейчас переводится в Израиль. Вот они с момента ухода из района Газель, то есть это было в 2006 году, представьте себе, 18 лет они времени теряли. И как бы, ну, я не знаю, можно ли отдавать должное, какое-то уважение противнику, но перед нами очень серьезный противник, очень опасный, расчетливый противник. И у них есть, безусловно, еще какие-то неразработанные, неразработанные или невыполненные какие-то наработки. Вот ужасное это поражение столовой новобранцев из-за дивизии Галани в свидетельстве о том, что они знали время, когда солдаты собираются в столовой. И их техника позволила им навести вот этот летающий аппарат, как мы говорим на величие Катбам, прямо на столовую. Снова чудо нас спасло, конечно, то, что погибло 4 солдата, это ужасно, но осталось раненое, легко раненое, ведь могло гораздо больше погибнуть. Но в целом, вот эта как бы способность Хизбалла продемонстрировала нам свою способность, что они могут еще очень много что сделать. Правда, говорят, что они сдерживаются по одной причине. Во-первых, конечно, Америка их сдерживает, сдерживает Иран, а с другой стороны, у них есть порт. Это порт, как бы, это действительно главная аорта дыхания, питания, всего что угодно. И он может быть так же, как мы сделали это в Ямине с Хадайдой, так и здесь этот берутский порт может превратиться в пылающее пепелище. Но, в любом случае, вот это что происходит. Подготовленный враг, причем, как говорят, все эти склады находились под землей, некоторые на глубине до 10 метров. Правда, это не такие длинные коридоры, как туннели, коридоры, как это в Газе, потому что в Газе у них нет другой возможности, как только залезать по землю, потому что газа плоская земля, все на ладони. А в Либане это горы, лесистая местность, так что они вполне могли скрываться, хотя явно то, что они рыли и делали на границе с Израилем, не могло скрыться. Вот даже если у нас разведка не работала, она точно работала, она даже не могла скрыться от тех солдат, которые стоят на границе. Они видели это движение. И может возникнуть вопрос, а почему они ничего не делали? Ответ очень простой, поэтому, обратите внимание, левые об этом не кричат, потому что автором ухода из Либана, северного Либана, является Эудбарак. Это не связано с Гушкатифом. Эудбарак, как мы знаем, тогда был начальником генерального штаба. Он свернул, это было как бы в организованном смысле, это был шедевр. Даже, я думаю, это было в 2004 году. Это был шедевр. Вывел за одну ночь все боевые соединения, десятки тысяч человек. Так что арабы спохватились только утром. Понятно, что если бы они знали бы о том, что мы уходим, это было бы ужасный бой. Они бы как бы всегда, те, кто отступают, они теряют очень много людей. А тут, можно сказать, как в честь, как в заслугу Эудбарака, что он сумел так организовать свертывание сил, что это произошло за одну ночь. Представьте себе, огромные десятки тысяч людей за одну ночь исчезли из территории Ливана. И как бы, при всем при том, что стратегически это было то, что мы сегодня пожинаем, но, скажем так, тактически солдаты там гибли каждый день. Это была ужасная ситуация. Поэтому, как бы, те солдаты, которые могли погибнуть, остались в живых, я уж не знаю, что сказать. Но сейчас слева и молчат о ситуации в Южном Ливане, потому что они знают, не то, что у него рыльца в пуху. Он был главной причиной того, что дали Хизбалле укрепиться прямо на границе. И сейчас это так называемые международные силы безопасности. Он поднимает крик, что как будто бы кто-то по ним стреляет. Они на самом деле, так же, как у НРВА в Агазе, они являются сообщниками Хизбаллы. Они прикрывают его, они дают ему пристанищую информацию и все. То есть, на самом деле, это враждебная организация под именем ООН, которая действует прямо у нас на границе. И не случайно и министр обороны, и министр странных дел потребовали от этого Юнифильда, чтобы они убрались с нашей границы. Они не убираются. Все, как бы... Ну, понятно. Здесь, как бы, говорить не о чем. Это не только враждебная позиция. Те, кто сидят в ООН, они враги. Настоящие враги Израиля, которые хотят нашего уничтожения. В любом случае, когда я говорю о каких-то вот таких смутных предчувствиях, мы стоим на границе каких-то очень важных событий. Надеюсь, не уверен, но надеюсь, что все это обернется нам на пользу. Знаете, когда есть такое переломное состояние, может так повернуться, что будет великая победа Израиля. В любом случае, есть это тревожное ощущение. И уже снова тот же самый Илон Маск. До того, как он объявил о своей поддержке Израиля, он сказал, что... Ну, стало известно, что у Израиля есть новое секретное оружие, которое поставит весь арабский мир Иран на колени. Потому что у них нету ничего противопоставить тому секретному оружию, которое у нас есть. Ну, это, конечно, великое чудо. То, что у Израиля маленькое государство, да, с, скажем, с ограниченным бюджетом, постоянно создает какие-то военные новшества, которые поражают весь мир. И которые, как бы, скупают потом. Ну, вот уже есть сообщение о том, что для противоракетной системы обороны Израиля не хватает снаряда, не хватает ракет. Это все благодаря, в кавычках, позиции Америки, двуручной позиции Америки, которая говорит, вроде бы, что они поддерживают Израиль, и, с другой стороны, постоянно притесняют нас и дают необходимое вооружение. Вот, как бы, я просто хочу объяснить это тревожное состояние, что будет. Понятно, очень важным актом будет обстрел и атака на Иран. Надеюсь, что это произойдет, и, возможно, это предрешит ход войны. Но если взять так более широко, действительно, с одной стороны, решается судьба нашей страны, нашего народа, наших людей. Но это, как бы, с другой стороны, не может ни в коем случае быть трагическим каким-то ощущением, что вот надвигается какая-то трагедия. Во-первых, объективно, потому что, действительно, мы побеждаем на глазах у всего враждебного мира, они видят, что мы побеждаем. А с другой стороны, и самое главное, мы обозреваем нашу историю, и мы знаем, что Израиль, еврейский народ, из подобных испытаний с большими жертвами выходил не только победителем, как бы, 1-0 в нашу пользу, а продвинулся вперед и продвигает вперед весь мир. Как уже говорят враги израильского народа, что изгнание во время восстания против Рима в 68-70 году, оно привело к тому, что евреи распространились и по всему миру, укрепились во всем мире, создали такие опорные базы, которые, сидя только в одном Израиле, оставались, возможно, каким-то небольшим народом. А тут, по воле Тита и других, вот как растения, которые налились, все эти плоды налились, созрели, вдруг открываются все эти запасы семени, разносятся по всему миру. Да, славно, безусловно, можно сказать, что даже изгнание из Израиля в результате войны 68-80 года новой эры и восстание Барковбы через сто лет после этого, меньше, чем сто лет после этого, это была, безусловно, какая-то воля Божья, потому что народ Израиля выжил и поднялся на более высокий уровень. Ведь когда сейчас Израиль возвращается, евреи возвращаются в страну Израиля, это возвращаются люди, которые учились в лучших университетах, которые умеют управлять миром. И поэтому Израиль, правда, сейчас уже 70 лет, но это по-прежнему молодое государство, смогло выдвинуться в одной из первых, самых богатых и технически развитых стран мира. Все это чудо, безусловно, как я уже сказал на наших предыдущих занятиях, одно это является свидетельством и подтверждением истинности Тары. Я недавно слышал такой факт, что Фридрих Барбаросса, Фридрих Великий, который объединил Германию в конце 19 века на вопрос, какое можно привести доказательство в существовании Бога, он сказал народ Израиля. Народ Израиля является доказательством, с точки зрения этого немца, существованием Бога. И понятно, да, действительно, что если есть такой вечный народ, который живет, и который проходит все стадии, которые записаны в Таре, что еще надо искать? И я слышал выступление известного американского философа, публициста Денниса Прегера, который сказал, что вы знаете, почему есть антисемитизм? Очень интересное наблюдение. Он говорит, почему нас не любят? потому что они завидуют нам и они знают, что мы действительно лучше их. И он продолжает и говорит, что тем самым они понимают, что Божье Слово, которое мы несем, оно истинное, и это их сердит. Понимаете? Потому что он говорит, например, японцы считают, что они страна восходящего солнца. Значит, вот Япония, она поделяется из всего мира тем, что там, как бы, для всего цивилизованного мира первая страна, в которой восходит солнце. И никому это не мешает. Ну, хотите, думайте так. Китай вообще говорит, что она центр мира. Она центральное государство. Как бы, все есть мир вокруг них. Почему, как бы, ненавидеть китайцев? Потому что, как бы, тоже какое-то чувакство, какое-то национальное, как бы выделение. Да? Нет. Да. Не обращайте внимания. А евреев, которых обвиняют в том, что они хотят захватить мир, и мы не хотим, как известно, захватить мир. Все ненавидят. Почему, говорит Денис Преггер? Потому что они знают, что действительно мы народ избранный. Это все, как бы, кишками, внутренними своими чувствами. Мы народы избранные. И мы не с чем Слово Бога. А Слово Бога – это моральный кодекс, нравственный кодекс поведения человечества. Люди хотят жить своими животными инстинктами. И поэтому, в тот момент, когда есть тара, есть запреты, есть наказания, наказания есть в любом случае, но они оглашены, записаны, это вызывает ненависть от других народов. Они принимают это, они понимают, что это так, и именно это их бесит. Это очень интересное наблюдение. И вот, кстати, тоже из порядка, из новостей этой недели, ну, везде было сообщено, по-моему, из американских источников также, что исследование ДНК останков Кристофора Колумба доказало однозначно, что он еврей. То есть его ДНК соответствует ДНК, ДНН евреям, которые жили, вот, как бы он жил в 15 веке, которые жили в 15 веке в Европе. То есть представьте себе Кристофор Колумб, который открыл Америку. Тоже еврей. Вы видите, это еще более возмущает. Видно, что что бы ни говорили, а евреи действительно являются божьим народом, который приносит благословения другим народам. Конечно, мы знаем, что Кристофор Колумб был не первым исследователем, который открыл Америку. Он, скажем, его открытие Америки, на самом деле, он открыл острова в Карибском море, там, рядом с Кубой. Это не было открытие Северной Америки. Но это дало мощный толчок к развитию человечества. Это интересно, да? Это известно, что есть периодизация истории. В истории период открытия Америки, открытия нового мира, считается новая эпоха. Это новая эпоха. Есть эпоха, как бы, две эпохи. Старая эпоха, это как бы начало новой эры и до 15 века, с начала 15 века, открытие Америки, это как бы новая эпоха. И у нас это как бы тоже так. Во-первых, у евреев считается начало новой эпохи, это издание Шуханнаруха, Рабьеса Вкаро, изданникам из Испании, вот, тоже с 15 век совпадает. Но еще более того, Хрисофор Колумб, так я читал не в еврейских источниках, когда еще не было ясно одно, как бы высказывалось предположение, что Хрисофор Колумб еврей. Одно из соображений было то, что Колумб это Колумбо, это город в Италии, а в те времена, да, как и позже тоже, люди, которые несли фамилию по названию городов, были евреи. Евреям давали имена по названию городов. И вот, значит, он писал Колумб в день отпрытия из Испании в поисках нового пути в, как бы, в новую Индию, он писал, что я отправляюсь в путь для того, чтобы принести сокровище, для того, чтобы отстроить храм в Иерусалиме. Что можно сказать? Я не знаю, как бы я читал, что вот это было записано у него в дневнике. Известно, что на корабле, на кораблях вот это эскадры Колумба было много евреев, но, как бы, как известно, корабль отплыл Девятого Апа. Колумб понимал, что такое Девятый Апа, и он искал выхода для того, чтобы вывести народа Израиля из Египта. Это был тень не только Девятого Апа, это был тень, когда Изабелла и Фердинанд изгнали евреев из Испании, и уже, как бы, в тот же самый день нашлось место пристанище для евреев изгнанных в Испании. Вот, как известно, Нью-Йорк носил имя Нью-Амстердам, и он был заложен евреями из Голландии, которые бежали от инквизиции голландской. Это поразительные факты, можно как бы любой взять, любой какой-то момент человеческой истории увидеть, какую действительно роль играют евреи в развитии мировой истории. потому, потому что вектора, который мы сейчас будем снова начинать читать, говорит Ашем Аврааму. Он говорит, те, кто тебя будут любить и помогать и благословлять, они благословлятся твоим именем, а те, кто будут проклинать, они будут проклинать твоим именем. Вот мы видим как бы наглядный пример, безусловно, это нацистская Германия, правда, сейчас Германия расцветает заново, давно уже она расцветает заново, но с нацизмом покончено. Есть там как бы неонацисты, есть там основа ненависти к Израилю в киевре, сегодня не в Германии, а как раз в Америке. И наоборот, Америка, как мы знаем, сейчас в Соединенных Штатах Америки находится в состоянии развала. Потому что тот момент, когда они занялись этой идеей прогрессизма, это расхолаживает их экономику. Доходы падают, поднимается высокая инфляция. Это как бы вот еще одно доказательство того, что слова в Таре верны, а носителем этих слов в Таре является народ Израиля. Вот почему они нас ненавидят. И поэтому, когда я говорю о том, что мы переживаем какие-то тревожные моменты, очень тревожные моменты сегодня, накануне как бы сейчас пока что мы еще находимся в цепи этих праздников, накануне, начало как бы по большому году. Есть много тревожных ожиданий, но нету никакого пессимизма, потому что мы пережили все. Вот я когда читал молитвы на Йом-Кипур, не знаю, кто ходит в синагогу, знает, я бы не обращал внимания, возможно, а те, кто не ходит в синагогу, думают, ну, там чего-то они говорят. В этой молитве рассказывается история Израиля, рассказывают там конкретные картины о том, как римляне убивали руководителей еврейского народа. Вот такой раби Ишмай, у которого сорвали кожу с лица, чтобы скальп, сделали скальп, живой скальп, такое издевательство. И когда ты читаешь эти слова, события, которые прошли 2000 лет назад, если бы ты не знал предложения, ты бы сказал все кончено. Смотрите, ужасно. Так любят, так губят руководители народа. Но мы знаем, что это не так. Вот это чудо вечности народа Израиля, чудо того, что действительно в любой ситуации, как бы она ни была, тяжелая, Израиль выходит победителем, вселяет в большом смысле надежду и уверенность в том, что мы победим. И на этот раз как, я не знаю. Какой ценой, я не знаю. Но, безусловно, мы победим. Потому что есть такое выражение в Тарио пророков «Нецах Исраиль Луишакен». Народ Израиля был сотворен для определенной цели, для того, чтобы внушить народам мира человечность, нравственность, законы творения. И мы это делаем и мы побеждаем. Хак Сарнех. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова